всем привет с вами ряк арифан не обращайте на мою прическу я так проснулся сегодня не об этом сегодня об убитом доме город антилоп такой приятный город где очень много русскоязычных иммигрантов живут ухаживают за красивыми домиками и вот дом 60-го года убитый сразу посмотрим крыша ветер просела жюху просела позвонил мне холселер из города фрезно сказал у нас очень много сделок нет времени на это заберите кто-нибудь давайте посмотрим какое состояние дом убит сразу говорю поэтому не пугайтесь запах здесь котячий собачьи змеясь плохой одна моя девочка сказал папа пошли отсюда правильно сказал то что не может терпеть запах плесени запах термитов посмотрите кто знает что такое термит это такие муравьи вот ведь они подохли когда их раскрыли вот они такие муравьи с крыльями и с крыльями и с крыльями они хавают дерево изнутри вот такой пример так они хавают хавают срут и вот это куски же земли это их переработанное дерево она кажется как земля из праха взятые в прах возвратилась ладно мы вернемся сюда давайте посмотрим мебель они это наша задача будет выкинуть снова крыша течет попкорн на этот вот этот противный попкорн 60-х годах он был известный популярный сейчас уже это стыд и позор что здесь интересно это вот этот кирпичик это не с нашей интервью этот старинная печка все остальное не интересно идем дальше сколько посуды они оставили на попрание крыша прогнутая текущая если не очень много жарили фрайса сразу что кушает извините за то что я вам перебиваю аппетит так интересно свет работает здесь это не хочется прикасаться к чему надо но свет есть заходим в эту пристройку похоже они пристроили этот кусок хоть бы не улица какая-то змея отсюда среди все течет атаки люди жили сюда как-то вообще страшно заходить ну это типа сара это вообще пристроена дом типа заканчивался здесь да это стака уличная так идем дальше это все надо просто вытащить шмяк я даже вот это открыл space не об стенку и тут убрал поставил такой маленький открытый каунтер столешницу здесь кошки у них по наделывали я тут гараж типа должен был быть да то степо должен быть гараж он закрытый за должен был быть гараж я так думаю не правильно что они открыли больше space гараж не так важно ладно идем на улицу это откуда-то привезли низ калифорнии видно то что жабче но я забыл когда я видел смотрите сколько мусор это все надо вывести 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 вот это прикольно уличная гриль и туда весь мусор вот это мы были в этой пристройки вроде бы вы так долго не заходили на половину тут еще вход с такой ужасной крыши посмотрите крыша типа я не знаю что это за материал это типа асфальт но он какой-то плохой слайд дверь короче что здесь надо менять все меня надо менять крышу полностью полностью весь дом кухню полностью кондиционер печку полностью они оценили работу на 70 тысяч 80 тысяч долларов а приехал наш контрактор брадер мы думаем если мы своими руками мы можем вложить в половину дешевле нам только на материал будет стоить тысяч 40 так все плохо выглядит вот как бы там дверь есть и не знаю что там там пристройка смотрите крыша провалилась вентиляторы только не популярны я бы не стал я бы строила ладишки лампы а и тут опасненько опасненько плесень и дышать нельзя и кстати если этот дом получит красную красный тег это сигород придет и скажет небезопасно здесь быть никто не должен заходить здесь жить все такое поставил красный так и они должны все нужно сделать чтобы не было ни одной капельки плесени пресса серьезно все саша сказал что классно да кстати говоря заработки чем больше вы видите вот таких вещей не раскрываешь да то есть я слышал такую фразу если пахнет котячьим говном этот день это пахнет плесни вот эти все страшно это все пахнет деньгами так что не бойтесь страшно работа на самом деле чем убить и тем больше зазора если говоря о зазоре дом стоит на зилу который ему не всегда можно доверять но от него отталкиваются почти все зилу датом заходите пишите любой адрес дом оценивается 360 или 371 370 360 до 1000 долларов на интернете хозяева кстати хозяев мы не знаем холлселлер нам позвонил сказал забирайте за 225 то есть зазор больше чем 1100 штук математика сразу конечно это хорошая сделка и теперь надо взвесить во первых нужно вот еще плесень нужно кэш взять кэш стоит 10-12 процентов годовых ухал у инвестора правит допустим берем и 200 с ремонтом 250 тысяч долларов ежемесячно мы будем отдавать две с половиной тысячи долларов один процент месяц на полгода пока мы все сделаем и тирана взвесить это тоже 250 две с половиной тысяч долларов умножить на 6 к математика хорошо работает 5 10 15 тысяч надо инвестора дать за использование денег и потом мы перефинансируем у банка берем обычный займ под 6 7 процентов у людей страшно когда-то проценты были самый дешевый у меня был два с половиной на 30 лет сейчас все взлетело поэтому летят дома вниз несмотря что дома летят вниз в этом есть смысл то что мы его берем за по заниженной цене даже если рухнут цены я не думаю что не рухнут больше 25 30 процентов поэтому если он рухнет 370 на 300 мы его взяли за 220 и вложили в него 40 то есть мы придем примерно к тому что мы взяли но дешевле саж помогли открыть гараж а он открытый надо просто силы я сам сыгнала иванов не открывали годами тысячи лет полив черные вдовы могут быть а вот она вот она черного да 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 а короче тут раньше был гараж они его закрыли да они сделали ладно в общем мы все поняли немножко показалось ссоре я даже не понял как некачественно на самом деле как я выгляжу мне абсолютно барабан есть такая фраза главное что в сердце бог смотрит на сердце то есть вы только что присутствовали с нами по такому путешеству убитому дому хочу вдохновить всех здесь у вас есть возможность искать убитые дома ищите разговаривайте с хозяином на гаражку приезжайте всегда спрашивать дом продается пытайтесь покупать дома вот такие если конечно есть руки или есть знания у кого кто может сделать если вы боитесь разговаривать хозяином новых вышли на него и он мотивирован вы мне позвоните я с радостью с ним поговорю за вас и его помогу вам купить за какую-то там реферал потому что у меня мне нравится с ними разговаривать тут нужно включить не просто такое голодные инвесторский скилл тут нужно включить compassion понимание потому что люди мотивированные у них какая-то проблема боль надо помочь им решить боль все почти почти все у кого мы покупали дома мы решали их проблему мы даже с ними на хороших отношениях с хорошими то есть мы не вырвали у них деньги и забрали а мы вытаскивали из проблем вот я уверен я не знаю как с этим человеком потому что это не я нашел эту сделку это нашел холлсейлер это целая профессия люди которые ищут таких мотивированных продавцов я не знаю мы с ними еще не общались с хозяевами но инвестор холлсейлер нашел эту сделку предложил нам потому что им не по пути они не в этом городе работы но также сами сама не сказали если мы не предложим достаточную сумму которой они хотят они выставят на рынок она рынке тут начнут война и его продают он народе от за 260 все все это надо замочить исправить и лучше все с вами было я крифан город сакраменто калифорния даже антилоп калифорния если все получится мы вам будем будем вас держать в курсе всем пока конечно термитов здесь хватило конкретно